К началу нового учебного года готовятся не только школьники. В регионе идет реализация программы модернизации образования. Обсудить эффективность новой программы в Институте развития образования собралась практически вся педагогическая общественность. Конечно, этот вопрос всех волнует, и педагогов, и родителей, и учащихся. И сегодня на шести секциях, которые у нас будут работать, будут обсуждаться вопросы качества образования в нашем регионе, вопрос информатизации образования, кадровый аспект. В июле Министерство образования и правительство Ивановской области подписали соглашение о предоставлении региону субсидий в размере около 20,5 миллионов рублей из федерального бюджета на организацию дистанционного образования детей-инвалидов. У учителей уже возник ряд вопросов относительно дистанционного обучения школьников. Учитель, который работает дистанционно, работает индивидуально, об этом нужно думать. За час обучения ребенка учитель получает как заквас, состоящий из одного ученика. Одного ученика, извините, на подготовке-то там станический труд, и об этом тоже как-то нужно думать. Чиновники планируют создать необходимые условия 30 детям-инвалидам и 74 педагогам. Но школьников с ограниченными возможностями здоровья в регионе гораздо больше. Обучение таких детей в начальной школе проходит относительно гладко, но с переходом ребенка в среднюю школу возникают проблемы. А когда этот ребенок перейдет в пятый класс, у нас возникнут очень много проблем. Это подъемник, который нам не осилить без федеральных положений. Это сопровождающий педагог, а не только учитель в классе, который тоже необходим ребенку. До начала учебного года остается совсем немного времени. Эту дискуссию учителей можно назвать репетицией. Самые важные вопросы обсудят совместно с чиновниками на ежегодной августовской педагогической конференции, которая состоится в этот четверг. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.